Восвятая служба информации телерадою компании Гомель, у студы Натальи Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Примеркованная до дня перемоги урочистости с уделом супрационника у Следующего комитета прошли сёння у Лоеве. У Гомельской области проживая больше, как 1700 ветеранов Великой Айчинной войны. У отрадзе милицейского спецназа прошли квалификационные выпрабывания на право ношения чёрного берета. И больше подробно об этом и не только. Урочистости вынос стяга, принесение присяги, уручение офицерских погонов и митинг-реквием. Сегодня у Лоеве Следующий комитет правил широком мероприемства у Примеркованных до дня перемоги. Переемность поколению и захавание историчной памяти у Матрыяле Олега Синцерова. Почас проведения святочных мероприемств, это обовязковая, аля это не меньше урочистая процедура, вынос державного стяга и стяга Следующего комитета, а так само штандарта славы и войскового гонору Лоева. У кастричнику 43-го городский посёлок, а пановся в опи-центре Великой Айчинной, минавито осюль, почалось и вызволение поднего усходних районов Беларуси. Для молодых суппрацовников Следующего комитета это не только история, а и приклад служения родиме. Катерина Жукова в 2015-м закончила Гомельский державный университет, а маль два года служила вольнонаемной. Сегодня Следующая Гомельского городского Следующего комитета выполнена, и она нашла своё призвание. С самого детства я всегда мечтала служить в правоохранительных органах. Осознанно поступила на юридический факультет, закончила университет и пошла работать в ряды Следственного комитета. За всё время прохождения своей службы я ни разу не пожалела, так как выбор был мой осознанный. Клянусь и оборонять правы и свободы грамадян, интересы громадства и державы, смагаться с любыми порушениями закона, чтоб их не здействовал. Для того, как прочитать весь текст в присяге, необходимо 35 секунд. Олег, это минавида 3 секунды, які поделяють життё на до того і пасля. От их дейню тепер будуть залежать лёсы інших, а тому уголовное потребование до следжих – звышь отказность, при тым, што им самим лёгкой службы ніхто не обіцая. Работа следователя предполагает не восьмичасовой робочий день, а и ночью, и в любое время суток он обязан выбыть на место происшествия, обязан осмотреть дождь, это слякоть, жара, неважно. Ну и, конечно, в какой-то степени это сказывается и на семью. Не всегда получается уделить семье именно в то время, когда она нуждается в внимании. Может быть, и количество такого внимания невозможно уделить. Разом с принятием присяги до дня перемоги во управлении Следжего комитета по Гомельской области промерковали и ещё одну падею. В 43-м на Оловском плацдарме отрымливали у знагороды герои Великой Отчинной. Зараз медали за бездакорную службу уручаются епшим следжем. И ещё одна ознака – новые офицерские погоны, капитаны становятся майорами, майоры – подполковниками. Загадом начальника Следжего комитета Республики Беларусь, Дум-супрацовником Гомельского управления присвоено специальное звание керующего состава подполковника юстиции. Офицерам застается пожадать дальнейших службовых поспехов и, когда перефразовать вядомую приказку, нагадать древний той подполковник, який не марить стать генералом. Монумент славы у гонорозволителей в Улове открытый в 1966-м. В 2015-м его реконструировали. В рамках мероприемцев Следжего комитета сюда складаются вянок и кветки. Ввели на молчание под гуки метронома и трехразовый залп салютной группы. При вызволении ловищины загинули больше 11 тысяч червоноармейцев. Для поравнания, практически столько человек живет на территории района с сёднем. День присяги для удельников урочистой сёв выходны. Можно послухать выступления артистов, поспробовать традиционную солдатскую кашу, те сфотографоваться на память. 4 мая 2017 года – ясчедная знакомитая дата у Гистории управления Следжего комитета Республики Беларусь по Гомельской области. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, телерадо-компания «Гомель» – Злоева. У областным центры 9 мая пройдет традиционная громадянско-патриотичная акция БРСМ «Гомель памятая». У 21-30 хвилин на аллее героев молодь запалить больше, як 500 лампадок. Яны станут символом памяти про тех, хто воевал за мир для будущих поколеннеў. Акция закликана выховываць ў подрастаючага пакалення паважлівае ставлення дэгісторыі гераічнага минулага сваю радзімы подзвігаў ветэранаў Вялікай Айчынай Вайны. У завершэнні мерапрыемства молодь выкладзі лампадками лічбу 72, якая символізуе колька зі гадоў, што прайшлі пасля гераічны перамогі нашага народа ў Вялікай Айчынай Вайне. У Беларусі зараз пражываюць ўмаля 11 тысяч ветэранаў Вялікай Айчынай Вайны, з яких ў Гомельскай в області більш як 1700. Пададзіных на пачатак гэтага года ў нашым регіоні живуть 8 геройў соціалістычной працы, узнагороджаных за самаданную працу ў бездакорную воўнскую службу ў тылі ў гады войны. Членами сім'яў загінувших воўнаў і партызан з'являюцца 732 чалавекі. Былымі вязнямі фашысткіх канцлагіраў Турмаў Гета признаны більш як 17 тысяч жыхароў республікі, з яких ў нашай в області пражывае 3900 чалавек. Во ўсіх населіных пунктах країны регулярна праводзіца абследаваўні умов жыця ветэранаў Вялікай Айчынай Вайны, членов сім'яў загінувших ў гады войны, адзінокіх пажылых людзей. Выявляецца їх патрэбнасць ў розных видах да помогі і оказываецца необходная патрымка. Боўш як 16 тысяч жыхароў Гомельщыны ў першым квартале атрымалі дзержавную адрасную соціяльну дапамогу. Гэта першая месца сіроду сіх рэгіёнаў Беларусі. На пошнім месце Мінчане. Усягожа нашай країні ёе адрасатами стали амаль 90 тысяч чалавек. Абъём фінансавання на выплату дапамогі перавысі ў 20 мільйонав рублёў. На хадаю на яе можуть разлишвать малозабаспечені семји і люди, які знаходяться ў складанной житёвой ситуаціі. Адрасная дапамога продоставляецца ў выгляде пяти видов соціяльных выплат. За первый квартал 2017 года получена адрасна помаща 16, получили 16,3 тысячи чалавек на сумму 3,9 мільйонав рублей. У отрадзі милицейськага спецназа прайшлі кваліфікаційныя выпрабаванні на права ношэння чорнага берэта. Гэта адзін з самых складанных іспытаў і невыпадкова байцы, які заслужылі права носіць чорны берэт, лічыцца сілавой элітай. Праграмма паздачы нормативаў уключае два этапы. Першы – праверка ў зроўню фізичный падрыхтокі і навыка ў оказання першай медыцинской дапамогі. Другі – асноўны – уключае маршкідок па перасечанай мясцовасті, стральбу і навучальны спарэнг. Апошня частка выпрабавання ў самая складанная. Пасля полной выкладкі на паласе перашкот ад байцов патрабоецца трапнастю стральбе і жалезная вытрымка. Спарэнг – праверка не столькі сіл, колькі характар ў будучыя эліты милицыі. Невыпадкова, што мінавіта на гэтым этапе выбывае значна частка претендентів. Я считаю, що достатньо сложна. Ми вже практикуєм третий год і кожен раз требування якісь изменяється, де-то упрощається, а де-то в більшій степені усіливається. Ношення чорного берета – значить символ мужества сотрудника отряда милиця особого назначення. Ну і отваги, тому що тільки в отрядах милиця особого назначення, як в настоящее время, так і в постсоветському пространстві – це символ ОМОНа і мужества. У Гомельським Дзержавным Каледжі Мастацтва у ім'я Соколовського отбився концерт «Музыка для усіх» з нагоди святкавання 20-х годзі камерного оркестра гэтай установы. Музыканты працтавілі творы розных эпох і жанров, як класічныя, так і популярныя композиції. Камерный оркестр Гомельського Дзержавного Каледжа Мастацтва у ім'я Соколовського носить званні заслужані аматорські колектыў Республіки Беларусь. У ягоса вставі навучэнцы установы. Гэта лауреаты республіканскіх і міжнародных конкурсав, а так сама стапендыяты спеціальнага фонду президента по патрымцы талі навітай молоді. Заснаваннік оркестра і яго кіраўнік – выкладчик коледжа Александр Мазепін. Разам са своімі вучнімі ён дае патрыцць концертаў на год. У праграмі толькі жывая музыка. Однім із отличительних черт ёвляється то, що вместе с учениками на сцену выходят і преподаватели. І ученик чуствует і плечо, і партнерство. І тось вот эта передача опыта, она не тільки в класе праисходит, но і на сцене. На концертах нашого оркестра всегда очень много людей. І люди даже иногда подходят і говорят, «Большое вам спасибо, що ми для себя открыли такой замечательный коллектив. І коли у вас будуть концерты, всегда нас приглашайте». Як прожить життё прихожа? Атказы на гэтае пытань не сёння будуть шукаць ведучая і гості праграмы «Добрый вечер, Гомель» на телеканалі «Беларусь 4». Гавурка подзе об сучасных параметрах жанучай прыхожості. Гості студы паделяться своіми сакретами і рецептами. Як вызначыць біологічны узрост чалавека? Іці за усё дыён супадая з узростам па пашпарці. Макчымаці пластычной хірургії ўбарадь бе з часам. Про гэта і не толькі глядзіць ў праграмі «Добрый вечер, Гомель» сёня ў 21.40 хвілін на телеканалі «Беларусь 4». Гэтае, а так сама іншая навіны, вы можыцця знайсті на нашым сайті ў інтернеті. Па адрасі www.tvrgomel.by. Далі у ефірі «Спартывны агляд». З новинами спорту вас пазнаёмець Максим Савін.